Живыми и мертвыми обладает воскресенье, измертый Христос истинный Бог наш, молитвами причистили Своей Матери, святых славных и церквальных апостолов, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных Отец наших. Душу от нас приставшихся раба Своего, но приставлено Евгения, в себе неправильный ученик, вне дрожавраанного покоя, и справедливый собрежден, и нас помилует, як облакинь и человека любец. Песня. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мы все здесь собрались у гроба нашего друга. Нашего учителя, прекрасного человека, замечательного поэта, человека, которого Господь одарил многими талантами, человека с чрезвычайно неисчерпаемой энергией, которая притягивала к нему очень многих людей. Его жизнелюбие, витальности, его умение любить других людей, дружить с ними, заступаться за других, милосердствовать другим людям. Его бурная жизнь, которая была связана со многими событиями, не только в нашей стране, и в других, была отмечена именно тем качеством, про которое говорил немецкий поэт, говоря о том, что трещины расколотого мира проходят через сердце поэта. Это как раз вот от таких людей, как Евгений Александрович. Он был любим огромным количеством людей, своих коллег по поэтическому и иным цехам искусства и культуры. Его любили безымянные его почитатели и читатели. Но я бы хотел сказать о том, что он был, конечно, любим Богом, который хранил его, который давал ему силы, несмотря на тяжелейшие, тяжкие болезни, которые он потерпевал в последние десятилетия. И он пользовался, как неутомимый просветитель этим. Я вспоминаю, как тяжелейший год, два года тому назад, в 15-м году, он наметил 26 городов для выступления с его-то здоровьем, когда он потерял и ногу, и все остальное. Я познакомился с Евгением Александровичем на своей свадьбе. Он, до этого я с ним не был знаком, он пришел на мою свадьбу, там я с ним познакомился. Это было более 40 лет тому назад. У нас были сложные с ним отношения. Я написал одну из самых таких злых, как он говорил, и я тоже так считаю, злых статей о нем, о его творчестве. Мы лет 15 мы сняли с ним отношения. Он был несогласен с оценкой и его личности, и вклада, и то, о чем я когда-то написал, когда я был в литературном критике. И в один раз мы настолько с ним поругались, что я перешел границы полемики, оскорбил его и страшно переживал, чувствовал, что я сделал что-то не то. И на следующее утро я позвонил ему и попросил у него прощения. Мы с этого момента стали друзьями. Это о той силе, это говорит о нем как о христианской душе. Человек, который может сразу простить, если у него просят прощения. Это далее наша дружба длилась 25 лет. И я много раз убеждался в том, что, конечно, его душа была христианской. И ценности, главные ценности, которые он ставил в этой жизни, это были именно христианские ценности. Я вспоминаю, когда он мне рассказал о том, что он в Америке в середине 60-х познакомился с русским поэтом, который носил псевдоним «Странник». И это был партиймископ Иоанн Сан-Франциский, Иоанн Шаховской. И он мне рассказывал подробно об этой встрече. Я спросил, посчитал ли он когда-либо его книжку о Толстом или его замечательную статью, проповедь со статью богословского характера «Апокалипсис мелкого греха». Он сказал, нет, никогда не читал, дайте читать. Я ему дал этот тон. Он чуть ли не ночью мне позвонил в восторге от того, что он прочитал. И сказал, вот статья «Апокалипсис мелкого греха». Это как бы про меня все написано. И вообще вот эта черта у него раскаяния, покаяния, замечания в себе не тех черт, которые бы его возвеличивали, я в нем замечал постоянно. Я могу составить целый список его стихотворений, вот в которых эта тема покаяния, раскаяния звучит намного сильнее, чем у всех его критиков. И когда мы сегодня слышали перечисление заповедей блаженства, там есть вот такая заповедь блажений плачущих. Это как раз про тех, которые плачут о своих грехах. Он всю свою жизнь плакал об этих грехах. Это не дало ему духовно и душевно претерпевать, тонуть в этих житейских волнах. И когда я, когда читаю том проповеди и выступления митрополита Антония Сурожского, я вдруг увидел, что в одной его лекции, проповеди, он основывает рассуждения на стихотворении Евтушенко «Окно выходит в белые деревья», я совершенно уже не удивился, потому что я уже знал, что люди верующие, церковные люди выискивали и читали в его стихах вот это христианское содержание. Я вспоминаю, как с настоятелем переделкинского храма. Мы приехали к нему по телу, важному делу, к этому светскому телу, он должен был поставить письмо под одним, свой подпись под письмом властям. Он это сделал, и настоятелем переделкинского храма стал читать наизусть его стихотворение «Остановись! Проклятие века – это спешка!» Вот, вот, Женя был очень, конечно, поражен, удивлен. А это именно там, в Троицергиево-Лавре, в Духовном семинаре Академии, студенты выискивали, читали, учили наизусть его стихи, великой печати, вот это или другие стихотворения. Это, они его признавали своим. Это наш человек, это наш поэт. Он мне рассказывал о своем приватном разговоре, виситя с патриархом Алексеем. Это было где-то в Сибири, в Новосибирске, кажется. Подробно рассказывал, и там зашла речь, он спросил патриарха, может ли он в храме читать свои стихи и выступить перед верующим. Ну, тогда патриарх ему ответил так, что да, у нас есть такая возможность в храме Христа Спасителя, в зал церковных соборов, это внутри храма, это возможно. Но Евгений Александрович хотел именно вот здесь, вот так вот, перед стоянкой или на амбоне читать. Он мне говорил, что у меня есть полтора часа своих стихотворений, которые не будут никаким образом противоречить мировоззрением тех, кто будут меня слушать. Потом он как-то передал через меня патриарху альбом, книгу свою с фотографиями, текстами, с очень теплой надписью, я передал лично уроки патриарху. И в ответ он получил письмо, благодарствую за эту книгу. Но, тем не менее, эта мечта долго не осуществлялась. Пока, когда он приехал, пришел ко мне и сказал, я тебя сейчас соединю с моим другом, новым другом, отцом Валентином. Он живет под Тулой, в селе Теплое, храм Иверской иконы Божьей Матери. Он взял благословение у митрополита Тубского, и я буду читать стихи там, в храме. Моя мечта с полицей. Но, кстати, тогда это не получилось. Получилось ровно два года тому назад, в мае 15-го года. Существует запись этого вечера. Я очень внимательно, совсем недавно, вот после его кончины, уже посмотрел эту запись. Он был прекрасен. Он говорил то, что ложилось на сердце тем людям, которые его слышали. Это было, и там стихов было меньше, чем его воспоминания и разговоры. И там он изложил одну важную мысль о том, что, собственно, жизнь и работа поэта схожа с тем, что делают верующие и священники. Они устандартливают связь с Богом. И действительно, в его стихах есть вот такая молитвенная интонация, а то есть, корень, просто как молитву он написал. Дай Бог. И вообще, довольно много вот такого, и он говорил, это сознание тела. И я понимал, что это был внутренний стержень. Я не знаю, как он отходил от этого, приходил, не знаю, но это было в нем точно. Когда он меня связал, познакомил с отцом Валентином, это тоже очень такая важная его черта. Он объединял разъединенных людей. Он мечтал соединять и объединять людей, которые разделяют не важные вещи, а то, что их соединяет, это самое важное. Как он, мы знаем, здесь писатели есть, они знают, как у него была идея фикс, объединить все с Союзом писателей, всех писателей разных взглядов, разных мировоззрений. Почему? Да потому что писатели делают одно. Они разговаривают с небом. Они есть в его понимании, то, что соединяет землю и небо. Это важная вещь. Так он меня когда-то знакомил с моими друзьями, близкими, с друзьями юности, со станции зима, каких-то своих геологов и так далее. Он хотел, чтобы все были вместе. Это вот его такое стремление. Я уже сказал о том, что он обладал такой русской чертой просветительством и просветительской энергией. Он объездил весь мир, как он подсчитал 97 стран, с лекциями о русской культуре, русской поэзии, с чтением своих стихов. Он любил русскую культуру, именно литературу, поэзию. Я поражался, как мне казалось, его всеядности. Он любил поэтов только за то, что они написали одно стихотворение в своей жизни. Иногда любил поэтов за то, что они написали одну страфу. И он говорит, у него есть талант. Вот это отдавание, должное, благодарность, дару, который человек получает от Бога, и он воплощает это в своем творчестве, тоже его отличительная черта. Я таких не встречал. Никогда людей, которые бы ценили другого, неважно, иного какого-то мировоззрения. Иногда люди, которые ему делали бодности, гадости, предавали ему, но они были поэтами, и он их ценил за это, несмотря на их поступки. Это удивительная черта, которую я не встречал. Не до него, вот с той силой, которая здесь есть. Ну и я думаю, что в ближайшее время мы не очень встретим это у других каких-то литераторов, поэтов. Он отдал последние 25 лет жизни собиранию лучших русских стихов. Ну мы помним его антологию в строке века. Мы помним его пятитомник, 10 лет русской поэзии, 10 веков русской поэзии, которая позорно была издана маленьким тиражом, хотя она должна была и должна распространяться в русских школах и учебных заведениях. Не нашлось ни у государства, ни у других людей возможности издать, распространить этот пятидомник. Недавно он собрал лучшую, самую большую антологию стихов о Великой Отечественной войне. Но вот скажите, зачем творческому человеку, писателю, у которого никогда нет времени для того, чтобы самому что-то написать, почему он должен был заниматься этим собиранием и пропагандированием русской культуры, вот этого бриллианта, который признается всем миром. А у него и было время и энергии и возможности это делать. Низкий ему поклон за это. Я как-то с ним говорил о такой его черте, за которую его ругали близкие и друзья, что он слишком доверчивый был человеку. Он как-то доверял, влюблялся в человеку и сразу ему доверял все, полностью, без застатия себя и все такое. А потом они его предавали и ну и всякого рода вещи делали. Но он мне сказал, что лучше передоверить, чем не доверить. это тоже христианская черта, потому что если мы не доверяем кому-то, то мы грозим всем не доверять Господу. А он доверял, люди этим пользовались. Я помню, какое огромное количество людей приходили к нему с просьбой. И просто материальной просьбой, или просто помочь, или что-то такое сделать. он старался никому не отказывать. Написать тут же письмо, подписать, сделать, сказать, что он будет там-то, он обязательно заступится за этого человека. Вынимал кашелек свой, отдавал деньги. Я был святителем десятков случаев такого его милосердия по отношению к другим людям, иногда очень далеким, а совсем не близким людям. Я вспоминаю, когда наш дом спутали с домом Евтушенко, и пришли люди от казняки, которых не отпускали к родственникам за границу. Они пришли с челопитным к нему, чтобы он их защитил. Ну, вы понимаете, вот такая черта, она много чего стоит. может чего-то другое не проститься, но это заповедь блаженства о милосердии он, конечно, выполнял. совсем недавно, два дня тому назад была Лазарева суббота. Там рассказано о друге Иисуса Христа, Лазаре, который умер. и когда Господь сказали о том, что твой друг умер, Господь заплакал. Он прекрасно знал, что Он воскресен на четвертый день, но Он заплакал. Это спорт об ушедшем человеке бывает от того, что мы знаем этого человека как свидетеля истины, любви и свободы. И это свидетельство утрачивается с уходом человека. и мир становится сиротским от ухода человека, потому что мы жаждаем, чтобы это свидетельство всегда было рядом с нами. И это великая печаль, которая достойна наших слез. Потому что несмотря на то, что мы знаем, что человек будет прощен, что он сотворил в этой жизни больше хорошего, чем плохого. Но вот этот уход этого свидетельства, что вот это свидетельство нам не будет хватать, это безусловно нас скорбит, и мы от этого страдаем. Мы надеемся, я выражу то, что чувствует каждый здесь человек находящийся. Я бы хотел попросить прощения у Евгения Александровича и самому простить все то нехорошее, что я когда-то говорил, вам написал возможное. То, что было лукавством отношения к нему, лестью иногда, иногда беспощадностью в некоторых оценках. Я прошу нехорошее, нехорошее, что случилось Продолжение следует...